Послание апостола Павла Кремленом, 6 глава, с 11 по 7 стих. Иногда читаешь большой отрывок, из него можно взять один стих и изъяснять, потому что все остальные стихи, они входят в основной стих, так называемые золотые стихи. А вот в сегодняшнем отрывке выбирать нечего, приходится считать подряд. Они настолько монолитно связаны с стихи, разъясняют каждое слово, последующее, и чувствуют, что-то не разъяснено. Следующее еще разъясняет больше. И последующие стихи объясняют первое, второе, и так однозначно видим, как ступени восхождения. Это шестая глава в Послании кремленам. Богоспод – это одна из самых трудных посланий, как у посланий Кириле. А вот попал, как у нас в самой сути, чем наша вера отличается от других вер, и конкретно от еврейской веры. Пророк, это у нас, когда патриарх Алексей был в Америке и выступал в иудейской синагоге, и сказал, что наши пророки один. Ну, другие слова сказал, можно было не говорить. Некоторые перестали его поминать за подослужением. Но эти-то слова верны, одни и те же у нас в пророке. Мы-то взяли, а сегреев – все это. Мы ниоткуда не могли ни одной строчки взять, как от евреев. Ветский завет наш, и речь подняется за одной буквы. Что здесь мы читаем? Апостол Павел говорит так. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, и живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Есть слова апостола Павла в этом послании. Красная глава, 9 стих. Кто Бога Христова не имеет, тот и не Его. Очень тревожные слова. Как правило, люди после того, как услышат слова эти, подходят и говорят, «Я получил крещение, а это разве не Дух Святой? А я вчера посещался, а имею ли я Духа Святого?» Человек с разных сомнений отходит. И есть от чего? Если благоровидимо, если вы сказали, что кто породы не имеет, тот не спасется, или у кого уходится, нет, тот не христианин. А ты Духа Святого, а иди его, проверь. Стижаешь ты его, приобретаешь ты его, или вообще не касался. Павел пришел в одну общину, все нормально, хорошие люди его приняли. Может быть, уже и опобедали. И он вопрос задает их. Почему он тебя дал? Видимо, что-то заметил в разговоре. Но не в хозяйстве, потому что только что пришел. И вы сами Духа Святого приняли? Не крещение приняли? Не против причащаться или нет? А Господь Святого приняли? Не к тому даже не социально, а астетка пользуются. Ну, Мамов не скажет, что он сказал, а дальше-то что? Ну, все раз так сказали, мы за учение поняли. А вот вот такая, спасание кримином, шестая глава, это сегодняшнее чтение как раз. Так и как, на столингове, видимо, утром читается. И говорится, что разница такая же, как между жировым и мертвым. Можем отличить живого и мертвым. Вот мне его зовут, ухолодный. Вечер-пределивный, видно, время, позавший, грешки нет. Приморно, сразу прямое мнение идет, никакого колебания, биологов, сердца нет. Ну, мертвого от живого почти всегда можно отличить. Вот резко-резко, когда бывает в таком состоянии человек, что даже похоронник его не заметит, какое право и перстабиление. Ну, обычно, как Павел говорит о том обычном состоянии, живые и мертвые. Итак, почитайте себя мертвыми для греха. Смотри, а что такое грех? И вот здесь цель каталась. И человеку на все не ухаживает. Что ты сделал? Ага, ты видишь, не так. А почему, может, мне не сказали? Я не знаю. Да почему я это не знал? Я даже не догадывался, что это грех. Вот тут-то и есть Дух Святой. Дух Святой, он научает без научения. Глубины, познания, Писания, одно место сравнить с другим, это нужно научать. Для этого есть Боженная Татьяна Власть, Англа Таук. Но правильно или неправильно поступить учить не надо. Это в тебе уже есть. Пророк говорит, и не будут учить познайте путь Господню, ибо Сам Господь будет учить. Прямо Пророчество говорит. Сам Господь к тебе поставит, так как, через совесть. В крещении, когда человек погружается в воздух, перед этим он в крещениях спрашивает, где ты шли? И говорит, Господь спасает нас. Обещание доброй совести крови Иисуса Христа. Служить доброй совести. Обещание в крещении. Да, я обещаю. Ты меня крестишь, из воды я выхожу другой, я обещаю служить доброй совестью, а до этого, до этого я служил недоброй совестью. Испорченной, иногда сожженной совестью. И Бог от этих вещей сожженного дает новое. Новая совесть. И вот по порядку все снищи. Смотрите. Итак. Да не царствует грех сместно в нашем теле, чтобы нам повиновать все ему в похотях его. Не царствует. А он знакомит. Законит. Но ты его заглушишь. Ты его отвергнешь. Ты его не примешь. Разница в том, в чем. Я сегодня спрашиваю на одного прихожанина, туржава бы была. Я говорю, сколько тебе лет? Одиннадцать. Ты их ровно десять. А почему же ты в чужих словуешь? И ты же мне давал обещание не материться. Я воздерживаюсь. Воздерживаюсь. А христианину-то воздерживаться не надо. У нее другая природа. Вот свию можно научить грех не ложиться, она все время будет подходить и воздерживаться. А овечку не надо учить, она не ляжет. Это другая природа. Я воздерживаюсь и не пью. Христианину не надо раздерживаться не пить. Если ты раздерживаешь выше, тебе это противно. Тебе это страшно, потому что это отдаляет от Христа. А ты тебя посевает в деянии. Я Иисуса, Тебе Божие не наслеживаюсь. Повторяю, я абсолютно за такой закон ни граммы нигде не считаю, что в церкви привлечения и пришествия. Никогда и нигде. И не потому что это грех. А потому что не надо. Бог дал нам разницу, и Его нужно все время развивать. Все мы можем служить Богу. А если ты противно, защитни все мы можем служить, а только то, что оставит в дом найти. Может, неправильно даже въехать, и бороться не заметишь. Разница такая. Итак, не предавайте членам вашего греха в орудии неправды. Но представьте их. Представьте себе Богу, как ожившись из мертвых. Еще один псих поясняет. В орудии неправды нельзя отдавать. А мертвую отдают. Мертвый духовно он отдаёт. Он не может их решить. Он на каждом шагу грешит. Он или думает, или смотрит, облазняется, рассказывает, он не может. Вот дети, пришли сегодня. До школы ореха, что еще? И у них нет благодоверия к храму. Это самые негодные люди, которые вырастают из таких людей, когда нет благодоверия перед святым местом. Я слишком много в жизни видел детей священников, или дети под дырушек. Вот они в храм забегают, бегают, смеются, почти раз за себя ведут. Так что священник, как хозяин храма, обязан был вывести их, а то никто не смотрит за ними. Это люди негодные, такие как дети для священника Илья. Они развращали народ в гнудили при храме, жертв употребляли прежде того, что принесут гостами ее. То есть они хватали, все, что на второй кладок утащили, пили и веселили. Я все осмотрел, исследовав это место Писания, страшное место. Оказывается, слово, «умеречь» в гнудили встречается 351 раз. Чтобы понять, что такое «умеречь» это надо 351 раз коснуться истории, которая говорит о трагедиях, какие были прежние. И слово «умеречь» встречается 539 раз, итого в месте 884. И он дает математику, чтобы понять, что с боевых многократно предупреждает, что мы не умерли. Фоталяк открывает яму и говорит, «ничего ли я в пункте запасы, чтобы столкнуть?» А Боже, ты ищу вверх вперед, и говорит, «нам яму, чтобы мы не упали». Вот это же разница. И человек верующий знает, что-то, но еще переспросит. Даже покупая что-то, он и тот переспросит, «а как это?» Вот берут и едят колбасу. Я в 62-м году обратился и любил колбасу. И я узнал, что готовит ее, забивали электрическим током, скотину. И кровь не уходит. 15-я глава говорит, «не есть их кровью». Все! Я не стал проверять, я просто запретил принимать мясо. И больше я мясо брать нельзя. Не рад. Вот и все. Мусульмане держат это обычное. Это неправильно перерезанное, там, птицы, горло она покупать не будет. Наша сестра жила там, она правильно все делала, и у ней брали. А до него вот топором отрубили, или так-то еще. А там, у еврея называется кошерная пища, приготовленная по всем иудейским законам. И на ней стоит печать иудейская, тогда и еврея должен взять, а иначе он брать не будет. У нас еще, им хоть что-то все сидят. Все явные. Что бы ни покажали по телевизору любую гадость, рекламу, дети сидят и смотрят. Главные деньги и носят все. Это рекламные их. А вот пришло к нам. Итак, слово смерть идет вслед за словом грех. И когда я погрешил, появилась смерть. Я решил посмотреть, что если в 884 раза говорится о смерти, то что же грех? Грех, встречающий в Библии, слово грех погрешит тысячу шестьдесят девять раз. Еще больше. Ведь это, это даже у него непостижимо, как Бог нас любит. Можете, может, почти две тысячи раз говорить нам, только в Библии, а сколько мы в жизни своей видели, и мы там все смертные, и напоминает, и зовет, и благословляет на наблок. В послании к Римлянам 8.10 апостол Павел говорит, что проверить человека можно. Как? Он говорит, если Христос у вас, а иди проверь, жив он или нет, если Христос у вас, запитает, то тело мертвого для греха. Вот как узнается. Есть Луи Святой, и тебе противно это будет, а не то, как ты искал в деревне, я вас держу, если курить не курил, как сигарь у меня леденцы лежат. Тебя спросить, и мне этот запад будет напоминать А, гелирную огненную. Не то, что чужое взгляд, а ты увидишь чужое, это скотина или вещь, ты будешь ходить и кричать, кто потерял, кто? Живой и мертвый. Кто Духа Святого имеет, в нем чая или Духа Святого? А я не знаю, о чем молимся. Дух Святой, когда тасканит воздыханиями, неизреченными, Дух Святой. Апостол Павел в таком случае глубины спасения, о которой евреи не подозревали. А евреи, умернувшего во Христа, они принесли свои обычаи. Вот если человек из старообрядства приходит, в церковь, он все время где-то вылазит с такими старостепеленными вещами, которые ставят на первое место. Вот, два куста, иначе Бог не едет. Христос так благословил. Ну, все это, я знаю, остановили Христос. Но это не имеет никакого отношения. Первое христиане может быть лошади и слагами пасы. Вы считаете, как Златоуст говорил, первое христиане молились одним кастом. У людей, как Милетий, пишут, кремя кастами, и потолки уже двумя стали. А уж кастолики пятью пасами. В Паслании к Ефесянам 2.1 Апостол Павел говорит, «И вас мертвы от преступления, человек от чего умирает, от преступления закона, значит, его надо знать, и виха власть, значит, надо знать, что такое грех, и крепко это посадить в ребенка». Аж воскликнул, запитал, посадил в небеса. Как можно иначе, человек, в свинахике живет, или на небе посаженный. Мертвый или воскрешенный. Ну, разница должна быть. Чего спрашиваешь-то ты? Все о том, ты говоришь и видишь, не знает, не чувствует. Но вы, в Новый Кадавил, простите, молитесь. Крещение – это первый шаг. Это акт рождения. А дальше духовный рост должен быть. И приток не через месяц, а через день. Сразу же. Вот, видите, в 2005 году, у нас 10 июля было Крещение. И я подумал, люди, которые принимают Крещение, а осознают ли они до конца? Вот иногда подходишь после того, они говорят, а что я теперь должен делать? Так что у нас, кто знакомый, есть, принял Крещение, подходите и спрашивайте, как твоя пропинка к Богу не заросла? Побуждает ли тебя, внутренний твой дух, встать на молитву, вопротить Бога, прославить Бога? Спасание Колоссянам 2.13, пора говорить, Иван, которые были мертвы по преступлениям, это пишет другой конец, вселенный. И опять те же самые слова. В Откровении 1.5 говорится от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, который освобождает нас, обывает от грехов наших, наш, кровью своей. Вот теперь дошли до соти. Где? Крещение. Как умывает кровь и веру, мы его принимаем. А далее, здоровое возрождение свыше мы должны донести. Некоторые не признают воскресенье. Он, врачи, на сегодняшний вопрос на могиле. В Деянии 26.8 апостол Павел выступал перед правителями, большими начальниками, говорит, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых? А ведь наша страна 70 лет делала одну точку, чтобы люди не верили в воскресенье мертвых. Жили правильно, они вот ходят в строители коммунизма, да зачем же жить-то правильно? И мы видим, что нельзя жить правильно. Это только обман. Ты ради чего должен жить правильно, а ты так, ничего нет. Обещание ради будущего благ, страх ради будущего наказания. Почему Христос, Евангелие Абдутия 15.24, говорит, когда отец принял блудного цена и говорит, сын мой был мертвым и ожил. Вот такая разница. Ты был мертвым и ожил. У тебя были мысли, бродил, где-то думал, теперь это все, сады, 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 все отошли. Организм будет работать на вторжение. У меня есть записи, я записывал, отрепрессировано. Она говорит, мне было 34 года, но женщина не стала 34 года. Как ты их коррестовали? Все женские прихоти отошли. Затокло, все ничего нет. Десять лет отсидел, ни разу ничего не было. Обыдновали на церкви тропе. И ничего не делали, ничего нет. Все отошло, ничего нет. А чего? Страха ради. Вот так человек, умер в отрицах, все эти прихоти, они отойдут. Затушил ты все. Не то, что там сделать брак, и выпить. Ты в божестве идешь от одной мысли. Да неужели я мог себе допустить такую мысль? В 3-й векре 7-39 говорится, молился или не алка мертвых, чтобы они ожилили. За мертвеца. За мертвеца. Как если человек принял крещение, и надо называть его братом, и тебе кажется, что он поступает не как живой, возьми его на замерзку. и молитвов выводит на абортаж, сзади, чтобы тащить его, ну так, застрял свою машину, вытащить ее. В Салмагере Завид показывает, каким образом можно получить животворную силу. В Салмагернадском, в Салмагере 37-й седьмой силе говорит так, «От смерти ты, още мои, чтобы не видеть в лице, животвори меня на пути твоем». «От смерти надо гребать». Не надо ссыраться на то, что у меня много работы, поэтому я от храм не пришел, или что-то. Единственное, надо говорить. Вот потому, что не хватает времени, приди, храм на все будет хватать. И Псалом, 118-й, 41-й стих. «Вот я разжелаю повеления Твои, животвори меня правдой Твоей». Чтобы оживотвориться, нужно считать Евангелием, просить Бога, молиться, искать Его повеление. Евангелие 5, 6-й, 63, говорит Христос, «Дух животворит, а плод не пользует немало». Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Слова, которые Христос сказал в Евангелии. И эти слова донесли на нас святые апостолы, перевозчики, издатели, печатники. Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. А сколько за раз мне вставать? Сколько раз вставать, сколько и вставать. Иначе тебе никогда не вернуть к этому Христу. Послание Клины 4, 17, говорит, «Бог, животворящий, мертвый». И он с твоим коринфянам 3, 6, что «Бог не убивает». Просто понимаешь, буквально. А вот написано. Ты думаешь, о чем там написано? А Дух животворит. «Бог вот». Вот написано. А ты, я говорю, «Бери, а о чем оно написано?» Ученики не понимали, я говорю, «Господи, к нам не говоришь». А Господь говорит, «То, что я хочу крестить?» Как же, «Уташей лобой». То есть они не понимали. И Христос ничего не мог доказать. И он, Христос, жертвовал, чтобы они получили Духа Святого. И Дух, который придет и научит всякой правде. В 1-м посланнице, Матеря 6, 13, апостол Павел умоляет людей быть верными последоками Христа перед Богом Служивотворящим. Даже если ты чувствуешь, что у тебя нет никакого чувства, но это ты чувствуешь, то вспомни Бог наш Служивотворящий. Весный Бог, Отец и Иудео призывает каждого. Касайся сердца, только бы мы Ему доверились. И благословим Господь, напомнивший нам это, чтобы мы были живыми во Христе, Иисусе Господь нашим, и находились в любое православное Церковь. Аминь. Тогда один книжник, подойдя, сказал, Учитель, я пойду за тобой, и куда-то ты не пошел. Это очень хорошо известная история. Доброводчик, называется, волонтер. Ясно, что учение Христа для Его на благодатке и посел. Все ему понравилось. Книжник, знающий Писание, нигде за что Ее противоречить, Его научением не было. Просто встать и пойти, это вот ты привыкли считать, это ты к тебе это подъедини. А Господь сразу говорит, что в его наличии. Город, а преклонить негде. Строитель на третьем месте. На первом месте земледелец, народ, еда, живот. На втором месте партнеры, по важности. Без одежды я могу прожить неделю, а без еды это им полдня трудно. Второе, это спортной. А третье, это строитель. Хоть я и полгода проживала, через полгода надо куда-то залазить. И Господь выводит на первое место вот это третье степельное должное. Птица имеет место, зверь имеет нож, а Сын, человеческий, Христос, не имеет, где зоны преклонить, не в кровати, нет побужки, нет постижек. Вот к себе примените это все. Я когда считаю Писание, оно живое и детство касается меня. Я не могу найти мощное место, нахожу место, где не схоже с моей биографией. А это у меня было. Я был демобилизован по психиатрической статье, потому что говорил о прожде и менял в горе. Изажные приближения. У нас в армии служили на кишине, мне не очень нравится. Я решил поехать в Браслию. У меня нет ни военного билета и пока что в Москве нашел партнерный город и пау. Ничего я не знаю, не языковое слово. А я партнер, значит, пограничный город и в нем практически нет. Вот я приехал в лес и в кармане у меня было 6 рублей. Ну, чтобы понятно, что такое 6 рублей, билет стоял от подсекровского разведа нашего города Данула 2.30. Ну, сравни, 2.30. Что делать? Я пошел в строительную организацию, там, говорите, варки документов, что вот такое, так примем. Надо прописаться. Но начальность, это дело так же, прописки здесь нет. С чего мне начать? Я пойду за Иисусом? Я верю в Христос. Хороший человек. Человек. Я ничего еще не знал в ремангелию. Боговодство я знал больше и считал, она важнее, потому что она мать. Так решился. И первое, что мне пришлось это в милиции засвидетельствовать. А милиционер меня проводил к начальнику, начальник полковника, это латыш. И он сказал, сам ничего не только знал, что страшный суд есть. Он говорит, ты тоже старовер с бородой. И началось свидетельство. И вот ему на сердце положил, он взял хронку и позвонил в отдел кадров и говорит, примите. Она его, видимо, хорошо знает и переспросила как же это принятие. Примите, мы ему документы оформим. Сначала временный паспорт. Я испытал, что такое не иметь, где главы преклонить. Сработать в них здесь нечего, у меня ничего нет. Да, в общежитии три рубля я отдал заводному ладышу, у меня только три рубля осталось. И ничего нет. У тебя же три формы одет, еще ни костюма, ничего нет. Вот как Господь позволил мне начать жить. Поэтому я считаю в эти места, я понимаю, у меня тот самый был не книжник, но уже готовый был пойти, а голый преклонить негде. И далее Господь все-таки вывал на истинный путь. И вот другой же учеников подошел и сказал, Господи, возможно ли прежде пойти похоронить Отца? Но Иисус сказал ему, иди за Мною и предоставь мертвецам хоронить своих мертвецов. Вот вы нам возиться с мертвецами, а это уж православная обязанность. Всех мертвецов соберут, знают, не знают, все вспоминания что запишут, а так трезво-то справляют. Это тоже надо понимать. Пойти за Господом, значит, от мертвецов надо отойти, забыть, что требуется самое необходимое. Наша мама до конца говорила, как уход от этого уйти в келью. Откуда она взяла понятие? Я не в кое от вас. У меня есть желание тайно скрыться от вас. Довольно и постоянно. Все, авторит, уйти, уехать и снова начать по-другому, начать свидетельствовать. Не имею, где главный приклонить. Я знаю, с чего начинать. Просто у кого-то выбрать доверие, один раз ночевать, устроиться на работу по-примерам. Но тогда-то нет ни одного христианина. Где этот человек, который отошел? Я нигде больше не встречаю. Я решил посмотреть, что такое нора. Слово нора вообще не встречается в Библии нигде, кроме вот этого случая. Значит, каждый человек не жил, а в какую-то морку себе роя. Другой не говорит поздник, у них 13 этажей еще к земле идет. Это недостатка земли. Кто-то понял, что такое нора. А вот слово днездо очень понятно для Ирии было, потому что оно в Библии встречалось много раз. Притча 2.18 говорит так про какую-то листью. Дом ее ведет к смерти, истези ее к мертвецам. Дом. Это говорил о глудной женщине Соломон, куда многие идут, а это дом к смерти. Притча 9.18 говорит такой человек, который заходит не знает куда, не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподни зазванные идеи. Но ты отскочил ни медвы, ни в том месте. То есть мы даже от людей развращающих, художе навращающих, просто отскочить. Хотя бы у них было зерега вы преклонить. Еретики много обещают, я отношусь к ересе, к беззаконию, а от пути двус-преисподни. Кто бы что ни говорил, я это не скрываю, в книгах показал, православие вышло далеко с первоапостольского времени, но это церковь. Я нигде не сказал, мне надо, что патриархия не церковь, больная, тяжело, смертельно больная, я чтобы патриарху сказал и писал об этом, но это церковь. в которой все это церковь с еще большими заблуждениями. Все остальные прошедшие это ерес церковь, у которых этого ереси хватает, но от нас это церковь. Притча 21-21-21-16 говорит, так, человек дышит от пути разума во двористом собрании мертвецов. Я к чему это все выписал? То, что это оставь мертвецам, хоронить мертвецов. Резь шла не о мертвом. Иоанн Гостаук говорит, он хотел дождаться смерти отца, докормить, 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 а потом похоронить. В доме не было гроба, созрел отца хорониться. Но это и спрашивать не надо, он давно бы похоронил его. Резь шла именно докормить, докормить, а потом пойду. Нет, это уже не работник. Вот собачьи ехли, а признал за стол, встал и пошел. Исайя 26-19 говорит, а живут мертвецы твои, и земля измерзит мертвецов. А что речь идет о людях, которые духовно мертвы, о чем мы только что слышали. Ставь спящий, воскрески измерзвых, и осветить тебя Христос. Какой ты мертвеца, а как их хоронить мертвецов, если они не приняли Ивангельской Проховеди? А так же, я говорю, нам не по полной задачи обращать. И помидор вас, предправители, для свидетельства, но не для обращения. Задачи у нас нет такой людей обратить. Наша задача свидетельствовать. А обратиться человек или нет, это только действительно вы можете знать. Мы можем считать, всю жизнь ни один человек не обратиться. Боят несколько семян, и прибыль в тысячи человек. Премудрый Соломон в Премудрой 18-12 говорит так, все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковой смертью. Это говорил о египетской ночи, когда они выходили, Бог поразил первенцев в Египте. И сегодня если посмотреть, в России ни одного дома не найдешь, чтобы не было мертвеца. Безбожники, наркоманы, пьяницы, табакозы, скорноклёвы, люди, не обратившись на Бога в мертвеце. Все в странах состоит из мертвецов. Это кладбище. Мы находимся на кладбище. И нам дано право обязанное повеление от Креста свидетельствовать. Числа, 24-го гура, 21-й стих, нам поясняется, что такое гнездо. Сын человеческий не имеет ей главу предположить, а птицы имеют гнезда. Но второе положение своё и гнездо своё. Так Господь говорит о людях, которые имеют достаток, укреплились. по раздаконию 32-11 «каколел вызывает гнездо своё и носит в стенцов материях своих». Это написано только о горлах. Я их верю, но не знаю, как они в стенцов учат летать. Говорят, что он берёт их на спину, это все святые отцы так говорят, поднимает их и там сбрасывает. Они расправляют крылья и тогда летят. Летят. Подстрижил нас, живут, и они никогда на земле не будут. Гостиница и оттуда он бросается и крылья расправляет. С землей хлопают крылья и не может поднять их. Такие огромные крылья. Она поднимается в облако и там на лету спицы. Есть спицы, которые несколько месяцев не садятся как альфа-троп. Вообще не садятся. В стрижи ночует, вылетает вверх и там даже подстраивает крылья и альфа-тропа не носит. Это образ христианина. Я хочу сказать, гнездо очень получительная вещь. Не надо думать, что я тут что-то придумаю. В жгер святых говорится, когда Мавритию Мой начальник попал в хлеб и они в хлебные отдыхали, сверка полилась и орел подлетел и над ним взлетал, крылья распустил. А тот сверк, который сменил, уже это заметил. И он говорит, орел, так, как птица. И он над ним распростер крылья. Это он будет старен. И он говорит, когда ты спал, орел, вот тобой крылья терек создавал. Я верю, ты будешь старен. Так это скрещилось. Ты закрещай с нами не, чтобы у нас в войне не было болгарами. У грехов. Так и получилось. Прошлое воскресенье, 10 июля 1925 года у нас было воскресенье. В этот же день, когда мы ушли, новые ласточки начали лить у нас гнездо. И не где-то, а на Ряпонии крещение Господне. У нас крещение тут. И в районах за неделю свели гнездо больше, чем то, которое три года они наращивают. И вот интересно, если островинки и само гнездо напоминают древние многовесенные судны, галеры, я просто стоял там и говорю, это что это означает? Не просто так. С такой скоростью я даже не видел. И травинки, знаете, все одинаково, все висят, может ничего и не значит. Но все-таки давайте подумаем. Новокрещенные люди отправляются в плавание. И они должны приносить плод. А то гнездо Господь дал вам где голову проклонить Святую Православную Церковь. Общины, которые имеют в основании Евангелия, верующие Господь. Может быть, ради вас это гнездо сотворено, может быть, по-настоякому нельзя. Латарей может. Срок 83-84 галерика. И птичка находит в себе жилье. И ласточка гнездо себе где положить кинсосы и алтарей и в Господи сил. Как раз алтарь и Господь селка и рукова крещение на крещение. Вы просто запомните на будущее, что это все-таки не так просто. Артистам много велел видений. Каждый пюре, пюре, что он значит? Едра. В третьей книге Едра. Мога страданий ее в 29-18 говорит «Не сделай он! Думал, что я скончаюсь». Каждый думает. А прикиньте, ребята, сейчас сядь и пойти, и больше в доме твой никогда не вернешься. Никогда не скрипнешь дверью, никогда не будешь скидывать покрывало и ложиться. А ведь вот к чему Господь подпризвал? Он сегодня нас не зовет на это, но все-таки. Если случится такое пожар, отнятие, мысленно мы должны на это настраиваться. И тогда остается одно свидетельство. Все-таки жилье хреста человека прилагает к месту. И Господь может сказать, что мы стараемся здесь проповедовать, организовывать. Делай, что я тебе скажу. Нет, следуй за мною. До конца в полноте мы не можем о тобой помнить. Мы никуда что пойдем до репетишек полон доктора. Непонятно. Подошел одно и человек. Но все-таки и ты там, ты, может, и детей имел. И многие на хвосту имели жены. Открывай все. Имение продавать. На дамах хвостов. Какое имение продавать? У нас каждое литро молока это валюта. Каждый теплёнок на счету. Сыновей надо учить. Сыновей надо поднимать. Поэтому вот то, что мы слышим, применяя к себе скажем, а мы все-таки не такие. И взывая к ним, все оставили. Ну, отняли они, как скажем. Они испытали это все. И сегодня они ходатайи наши. Те, христиане, царственные мученики, память которых перков совершает сегодня, что его отдал Максим. Примудрец Соломон 238 говорит, как хиста, покинувшая в ней, до своего так и человек, покинувшая место свое. Сравнение какое? Готовы мы или нет? И на молитве он должен сказать, а я не готов Господа. Я не похож. Я не могу. И поэтому возноситься нечего. Мы карикатура против первых апостолов, первых христиан. И Крития в 7-9 говорит, не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится сердце глупого. Мы сами, наше сердце является гнездом. Вот что? А в гнезде в нашем сердце должен быть дух, а тут написано глупого гнев гнездится. И еще мы считаем у Евгения 49-16 «Грозное нахождение свое и надменное сердце свое, они обочтили тебя, но если бы ты смел гнездо свое и на скале, и оттуда они добили тебя, как бы мы хорошо не были, какие бы должности не занимали, это гнездо может быть не от Господа. самое прочное гнездо это то, нас привели ласточки». Это значит привезти к алтарю и верить в него. И если нам Господь сказал это, давайте хотя бы аллегорично понимать, что Господи, мы идем за Тобой, мысленно мы готовы уже всего этого лишиться. Мы знаем, придет время, устало наше галость, пловится так у него в садце небесном, если мы дойдем до обещанной пристани. Благословим Господь. И через эту птицу, напоминающую нам о временности нашего житья на земле. Аминь. Непрерывно и везде идет воровство. Хорошо лежит, плохо охраняется, еще сынец, необработанные алмазы, все рекой течет. Вот только на днях сказали, только за последние годы в одну Англию перегнали миллиглеры 66 миллиардов долларов. Национальный бюджет. Страна воров. А раньше и раньше так было. Ну, мы понимали, мало платят и все, а которые вверхуют, а и много платят, воруют. Уже председатель Совета Министров и того обменяют воровство, а Господь сравнивает. И приход мой будет кастать в ночи. Вот тут-то мы уже понимаем, как Христос придет. А вот как не берегить, а не укараулишь. Не узнаешь, когда это случится. Потеряюшка это настолько уязвимое место, потому что совершенно не охраняется. На улице велосипеды, машины не закрыты. И если бы нестесильная помощь, защита Господна, потеряюшка была бы, разорена полностью заклад, в течение одной ночи. А вот я не говорю, там, поджигать или что-то. Это человек потеряется вообще вещей. Бог. И Бог приходит, когда его никто не ожидает. Он приходит убить, погубить, подкопать. Кому бы вам пришло сравнить пришествие Господа Иисуса Христа с приходом вора? Он говорит, как так ночью? Ну, мы должны любить Господа, мы с чем сравнить? Вот как его любить? Нам может какое-то сравнение, на что мы должны опереться. А Господь говорит, вот как любовник любит любовницу? Не муж, жену, не жених, не невеста, а любовник любовницу. Как он крадется ночью, как он обманывает и все. Вот так, вот видите. И вот апостол Паев прибегает к этому методу. Отвободившись же от греха вы стали рабами праведности. Слово раб праведности любит не встречается четыре раза и только рабой в ладе в этой послании к именам. Всегда везде слово раб несло на себе отпечаток гнеза, унижения, оскорбления, желания освободиться. Апостол Паев сумел этим словом так воспользоваться, что раб греха а напротив нашел раб праведности. Мы все рабы. Рабы праведности должны быть. И слово говорит так. Как отдавались члены наши в рабы в чистоте? Вот точно та же отбрессия в рабы праздники. Как и так сравнение. Разнозначное, как в мире говорят, адекватно. Я решил посмотреть в Библию и слово как и так. Оказывается, эти сравнения и Библию как и так 696. Это же ужас сколько 696. А сравнение, которое на это хвостол Паев переживает все и только одно такое сравнение, как и так сравнение с грехом. В третьей книге Биезе, 16 глава, 50 стих, говорится так. Как блудится, ненавидит женщину честную и ведьма благородную, как правильность возненавидит неправду, украшающую себя, и обличит ее в лицо, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. Кажется, наоборот бы. Вот как говорит блудница, ненавидит женщину честную. Ну, честная блудница тоже ненавидит, но не так. Она просто отворачивается, а это ненавидит. Она все сделает, чтобы она была неподобна ей или мысль распустить. Вот как она недобрая, добрая женщина ненавидит, вот как мы должны ненавидеть неправду. И эти люди получат награду. А у нас пришлось такая обстановка. Если человек делал неправду, скрыть я этого не видел. Совсем махонький, ружей со скверными словами. Другое я слышно сказала, уже плотной жаргон, а она меня заложила. Разве это не говорит о том, откуда он эти слова набирает? Это, в общем-то, у нас обстановка не сравнится с соседними селами. Но, однако, пророк Изи Киев 3 глава 18-20 говорит так, если ты видел беззаконника и не обвечил его, не подсказал ему, он погибнет, а кровь я от тебя обвечу. Значит, если Марий он тебя обвечил, сказал, он совершил дело в пророчестве, а его обвиняют, ты заложил меня. А если тебя обвечил, а он остается так же, продолжает сквернословить. Кровь я на нем и обвечу, а ты спас свою душу. Вот как так ты? У людей так принято, а у нас совершенно другое. Был такой разбойник, Алексей Мурзин, Мурин, значит, мегр, черный. Перечисляется, какие преступления он сделал, был ссизы. Но когда обратился к Богу, он решил так, как сам делал. А делал-то он ужасно. Он воровал, тащил, и сила была у него огромная. Однажды напали на них разбойники, когда он уже был монахом. Он их срезал, как лизанку, перекинул через плечо, и принес наставь прощение, с ними сделать, что поверишь. И он взял на себя отладывать, как там воровал, тащил, так теперь, по утрам, вставать раньше, когда еще света нет, в темноте, далеко ходить на ручей, наполнять сосуды и вставить около каждой керри полные сосуды. Припомни, какой грех твой был любимый, так, как отзывали в орудии неправды члены. Вот так, послушайте теперь, какой у тебя был талант. Я стал смотреть в Библию, образцов таких не очень много, но в житве находится достаточно. Вот как, так и. означает, если ты любил выпить, тратить, посчитай, сколько. У нас тут была одна сестра, и говорит, и отец однажды дома был, на постели размыться, говорит, мать, вот если бы все собрать, что я пропил? Вот улицу наше вполне можно было построить. А ты только не считаешь. Ну, если посчитали папировку человек, который курит, и оказалось, что она длиной почти доточена. А то он сидел, сосал, сосал, зумил. Так вот теперь посчитай, сколько ты потратил, и эти деньги теперь потратить на милостыню. А вот он сразу начнется подсчитывать. Ольга, как, сколько? Ну, ты живешь, у тебя деньги, скотина, птица, огород, работаешь, благословение тут, но ведь мы не знаем, что дальше будет. Бог может на один день отнять. Молодые девочки смеются, за руки взявшись, скрыгнули, и повернули голову, и пичка ударила, сразу обоих уделок. Дети остались сироты. А вот если остается один из супружек. Господь потрясает человека. Конечно, как в ярмарке своей детей написано у Каменского, сразу, утерясь, люди идут по ярмарку и начинают искать, кто подобный ему. Старичный брат засвящает, снова окору заковывает, а другие делают это. Умерла жена, и он понял этот знак. Бог его призывает. Какой вывод человек делает. И теперь все силы, какие были у него на построении семьи, на то, чтобы воспитать детей, все это бросают на помощь ближнему. Вот такой случай был с патриархом Никоном. Я делал только сам случай и его действия. Какие были у него? Умерла жена и скоро дети отошли. И он принял, что это знак. Господь прививает его. Был такой акимандрит, он жил еще не акимандритом, дальнейшим будет митрополитом. Ищут миссионера на север России. Обращали это как? Подарками, спиртом. Захватили севера народа совершенно неверующих. Наконец пришла мысль, надо их обращать. Кого? Владимир Клич, Санкт-Петербург не один, Москва не один. А то у Иркутска нашелся священник. Внезапно умирает жена, он сразу принял этот акимандрит знак. В дальнейшем это будет один из самых великих миссионеров мира. Весь север будет его. Он изучает языки, переводит Евангелие, переводит Богослужение, Иннокентий, митрополит Московский. Человек если принимает на себя какое-то время, он должен посмотреть, как у него было раньше. Эти силы направят на что-то другое. А не так, как сегодня видим. Жил, трудился, принял монашица, ничего не делать, спит. Мне приходилось дни с копыт монахами. Они не просто спят, они просыпают всю жизнь. Никакой заботы нет, ни о чем. Только ты думаешь, Господи, если что-то случится, какое-то событие, дай ему подражать семейным. Но семейным, поскольку как они трудятся, выгоняют скотину и прочее. Если у тебя эти труды сегодня в удовольствие или сядут, наставишься в гора, не обдумая это, и скажем, тогда я все осторожно и не меньше того посвящу для Господа. Как образец это апостол Павел? Был сал, гнал, выискивал, выслушивал, где находятся христиане. И он увеличил десятки раз стремление к греху, какое было, стремление сделать добро. Он не только до Дамаска дошел, а говорит до Иллирика до концов Британии, где только он не был, Испании, в Испанию собирался, это Великая Римская империя, все было под ногами его. И апостол Павел имел моральное право сказать, как предавали члены своей воровье неправды, вот так точно, с таким же настроением, усилием, усердным, на правде набива праведную. А для этого нужно сесть и рассудить. За чехи людей найдешь очень мало. Просто обратился и засуд. Так и стоит в самом месте. Какие у нас таланты были, когда меня обратили в Бог? Надо сесть и записать, к чему у тебя тяга была. А теперь если сам не можешь, проси более опытного, скажи, а что есть напротив? Я обратился в христианство. А как это могу употребить? В Детском Завете немного было специальности. Никто не знал, как сейчас электроника, программисты. Но Господь на каждой специальности, какая была у людей, ставил свое клинику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok